Дыхательная гимнастика – это обязательное условие для лечебных мероприятий с пациентом, так как лечебная гимнастика восстанавливает функцию легких до исходного, до болезни, состояния. Дыхательная гимнастика может проводиться в домашних условиях, а также пациенты могут посещать дыхательную гимнастику у нас на территории больницы в отделении медицинской реабилитации. Дыхательная гимнастика имеет ряд условий для ее проведения. Каждое упражнение выполняется вдох форсированный через нос обязательно, выдох форсированный через рот. Между каждым упражнением пациент должен восстановить дыхание и следующее упражнение начинать с ровного, спокойного дыхания. Если у пациента появилось во время дыхательной гимнастики головокружение, немного потемнения в глазах, он должен немного больше отдохнуть между упражнениями и далее продолжать тренироваться посильно с учетом своего сегодняшнего состояния. Каждое упражнение пациент должен выполнять 5-6 раз и с каждым днем количество этих упражнений увеличивать. Постоянно увеличивающаяся нагрузка, но посильная нагрузка. В день дыхательной гимнастики можно делать от 3 до 5 раз. Также с каждым днем, с учетом своего состояния, увеличить количество подходов. Очень важно дыхательную гимнастику проводить всем пациентам, которые перенесли заболевания легких. Это любые пневмонии, и вирусные, и бактериальные энтеологии, также бронхиальные астмы, острые бронхиты. Когда ваши близкие родственники находятся в тяжелом состоянии, длительно находясь в горизонтальном состоянии, происходят застойные процессы в легких, и происходит развитие застойной пневмонии. Так вот, для профилактики застойной пневмонии близкие люди должны обязательно заниматься с тяжелобольными родственниками. Если это очень слабый пациент, после перенесенного инсульта, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета со осложнением, пусть 2, 2, 3 упражнения, но тем не менее для него это будет хорошее подспорье для профилактики застойных процессов в легких. Потому что развитие застойной пневмонии значительно ухудшит его состояние, вне зависимости от причины, ну скажем так, его недееспособности.